Маску надеть? Сергей Иванович, в 40-е так сложилось. У Вас удачные результаты. Пожалуйста, Ваш комментарий с сегодняшней встречи. Мы очень серьезно готовились к этой игре, просматривали, как Саратов играет. Считаю, что тяжелый матч, мы вытащили не то, что вытащили, а сыграли так, как нужно. В первом тайме не быстрый гол забили и еще провели несколько быстрых атак, в принципе, мы планировали. Немножко начать попроще, понадежней, потому что команда агрессивная, очень много фланговых передач, подборов, борьбы. Поэтому насытили оборону. Но, к сожалению, пропустили в перерыве, сделали небольшой корректив, стали играть чуть посмелее, больше прессинговать. И рад, что забили. Два очень хороших, нужных гола и победили. Я считаю, что мы на победу наиграли, даже самоотдачи, желания. Поэтому футболистам только спасибо. У вас, можно сказать, команда сейчас на ходу, последние результаты. Уже пятый подряд победил. И сейчас, получается, вы готовитесь к борьбе за первенцами? Мы идем от игры к игре, поэтому сегодня была самая важная. Следующая игра у нас будет тоже самая важная. Предстоящая игра самая важная. Мы к ней готовимся, отдаем все силы, потом восстанавливаемся и готовимся к следующей. Спасибо. Удачи. Дмитрий Ильич, второй подряд обидный поражение на последних минутах и первая домашняя. Не хватает самой манцы? Ваши комментарии в сегодняшней встрече? Ну, результат – это всегда зона ответственности тренера, поэтому я бы перед нашими болельщиками хотел извиниться от себя, надеюсь и от команды, что результат неудовлетворительный. Это никого не радует, скажем так. Что касается течения, хода игры, были немного мы закрепощены первые минуты, пропустили гол, после этого я считаю, что взяли игру под контроль, имели моменты, забили гол. Ну и второй тайм с переменным успехом, но у нас перед пропущенным мячом вторым был 200-процентный момент, который нужно было реализовывать, но, к сожалению, не получилось. Что касается концовки, здесь мы стараемся ребят приучить к тому, чтобы они шли вперед, играли на победу. Ошибка привела к тому, что получили встречную, быструю атаку, соперник забил с нее гол. Ну а дальше там опять у нас был момент Липецк, но вот такая роковая какая-то череда идет, соперник имеет один-два момента и практически все реализует. Мы имеем, наверное, в каждой игре больше, но реализация оставляет желать лучшего. И здесь, наверное, нужно говорить, опять же, это сто процентов. Моя ответственность пропала, вот эта химия. И первые туры забивали много, играли агрессивно. Вот сейчас, к сожалению, не все получается. Ну а вот предыдущие поражения от него команда психологически отошла или она тоже повлияла на сегодняшний бой? Ну, повлияло в плане того, что первые минуты были скованы. Понятно, что когда ты два раза отыгрываешься, когда ты, опять же, заходишь в штрафную соперника, проводишь там 80% времени второго тайма по выездной игре, это я имею в виду. И потом пропускаешь концовки, там необязательный гол. Конечно, это накладывает отпечаток. Но я скажу, что после пропущенного сегодня мяча ребята перестроились, сыграли, в принципе, неплохо. Но опять я говорю, что вот это никому не интересно. Я могу много рассказывать про статистические моменты, сколько мы создаем, сколько мы владеем мячом, сколько мы атакуем. Всем нужен результат. А результат – это зона ответственности тренера. Поэтому я еще раз приношу извинения за поражение. Вот. И другого варианта нет работы, пытаться исправить ситуацию. Получится, не получится. Я надеюсь, что ребята приложат все усилия для этого. Ну да, он пропустит остаток сезона, то есть травма там на месяц он выпал, поэтому его не будет. Ну, здесь много ребят сегодня. Кто-то с травмами выходил, играл. Обвинить кого-то в том, что не хотят, желания нет или берегут себя, я не могу. Но я говорю, что пока вот, может, уверенность пропал. Где-то в какой-то момент, я даже думаю, что это не в прошлой игре, а вот в игре со знаменем, где мы вели 1-0 всю игру и в концовке опять такой мяч пропустили, немножко нелепый. Вот, и после этого уверенность ушла. Вот, у меня другого объяснения нет. Но, к сожалению, это никому не интересно. Болельщики приходят, они хотят побед. Вот, нам нужно работать и делать все для того, чтобы мы выигрывали. Другого варианта я не вижу. Иначе мы, в принципе, зря едим своих лет. Спасибо. До свидания. До свидания.